Шубы, шарфы, тёплые шапки, пар изо рта. Наконец-то сыктывкарцам понадобился зимний гардероб. Наступили долгожданные в этом году морозы. Молодую маму Анастасию Богачук они ничуть не испугали. Малыша укутала в тёплый комбинезон и вперёд на прогулку. Да слегать надоело. Так вот морозит хорошо. Сыптывкарец Юрий Михашин с приподнятым настроением ходит по городу. Северные люди, говорит, наконец-то дождались морозов. А ещё днём вышло солнце, и город засиял настоящими зимними красками. Всё стрякать грязно. Очень плохо было. Сейчас настроение хорошее, давление хорошее. Но холоду, похоже, рады сегодня не все. Передвигаться по городу пешком стало непросто. После вчерашнего дождя столичные тротуары превратились в ледовые катки. Очень скользко. На Морозово, я на улице Морозово живу, там очень скользко, особенно во дворах. В центре столицы ходить по тротуарам всё же проще. Дорожки посыпаны песчано-соляной смесью. Посыпано песком. Хорошо. В столичный травмпункт сегодня из-за гололёда обратились 29 человек. У девяти из них переломы, остальные с ушибами. Впрочем, некоторые пешеходы гололёд встречают во всеоружии. Сегодня в аптеках продаются специальные ледоходы. Резиновая накладная подошва с шипами из металла. Стоит такое удовольствие от 200 до 400 рублей. Чаще ими, как говорят в аптеке, интересуются пожилые люди. Есть шипы на переднем отделе и на пяточке. Одеваются они очень легко и просто. То есть фиксируются за носочек, растягиваются так, как основа резиновая, и фиксируются за пяточку. То есть удобно и снять, и одеть. Ответственные водители от первых морозов тоже не пострадали. Автозапуск на сигнализации позволил заранее прогреть машину. Ошипованная резина уберегла от гололёда. Полчаса грелась сначала, потом всё завелось. Пешком скользко. Пешком, да. А на машине шипованная резина. Колёса соответствующие. Не скользко. Пешком сочувствую, да. Сам хожу пешком. В основном скользко. Впрочем, осторожность и бдительность никто не отменял. Тем более, что очень скоро погода снова изменится. А неустойчивая температура – главный помощник гололедицы. Ольга Коняева, Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин.